Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Спрашивает пользователь по имени Анастасия, говорит о том, что он не может бросить пить пиво по вечерам. Вчера ходила на УЗИ, значит, печень немного увеличена, но она не может остановиться. Я знаю, пишет она, что убиваю себя, все равно пью, что мне делать, почему я упорно себя убиваю. Ну, здесь ситуация неоднозначна. С точки зрения того, что вы себя убиваете, можно, в принципе, предположить, что вы себя не убиваете, в прямом смысле этого слова. Можно предположить, что вы, может быть, выбрали для себя такой способ, как раз таки, ну, закричать о помощи. То есть это может быть крик о помощи. А вот это может быть попыткой привлечь внимание к определенной проблеме. Так вот, ну, так скажем. Вот, то есть не обязательно прямо вы себя убиваете. Да, безусловно, может быть элемент, может быть элемент такой, элемент наказания. Ну, возможно, что вы себя действительно наказываете. Это правда. Вот. Но я думаю, что нужно хотя бы узнать для начала вашу историю. И ни в коем случае нельзя исключать вот такой вариант. Вариант того, что у вас сформировалась зависимость химическая. от алкоголя. И, соответственно, ваш организм на данный момент, получается, без него не может. Ну, то есть вот без алкоголя. Поэтому тут имеет смысл обратиться к наркологу, если вы на самом деле хотите бросить. Бросить, да, то имеет смысл обратиться к наркологу, как минимум, для того, чтобы вам помогли. Для того, чтобы вас, ну, снизили вот этот элемент, так скажем, ну, зависимости. Вот. Дальше. Значит, вы говорите, что пьёте по вечерам. Значит, соответственно, когда-то, так скажем, с чего-то это началось. Ваше употребление. И здесь необходимо узнать историю, здесь необходимо понять историю. Вот. Ибо, на мой взгляд, вы пытаетесь решать проблему не совсем там, где она есть. То есть проблема, она может быть совсем другом. Например, в вашей жизни, например, в том, что вы, ну, недовольны своей жизнью. Вот. Тем, к примеру, что она вас, ну, чем-то не устраивает и так далее. То есть вариантов тут может быть много. Вот. И нужно сначала понять и увидеть контекст, в котором вы начали употреблять алкоголь. Вот. И... Что он вам даёт? Да? Вот. Ну, то есть, вот, в прямом смысле этого слова, вот, что вы получаете, опять-таки, что вы получаете, вот. то есть, ну, какую проблему вы пытаетесь решить с ее помощью? С его помощью, с помощью алкоголя, то бишь. Вот. Это, на мой взгляд, довольно важный момент, довольно важный аспект. И уже имея, так скажем, на руках вот эту информацию, уже можно будет, в принципе, ну, как-то вам помогать. Да? Вот. То есть, это вот такая история в данном случае. Такой аспект в данном случае. И... Вполне может быть... Ам... Значит, вполне может быть. Ам... Такая вещь... Ам... Ам... Что... Вы выполняете... Ам... Заранее... Данную вам... Такую вот... Ну, программу. Программу. Вот. С кем-то. Например, из... Родителей. Вот. Ам... Понимаете, да? То есть, тут нужно смотреть. Эээ... Как вы шли... Ну, по жизни. И с чем сталкивались, и какой у вас опыт. Вот. В частности, например, эээм... У меня сложилось... такое, что... Эээ... Что вы обмя... что вы одна, вот, у меня сложилось такое ощущение, что вы одна. У меня сложилось такое впечатление, что вот мужчины у вас нет. Вот, если у вас нет мужчины, то это, конечно, не то, чтобы это проблема, то есть вы поймите правильно, вы не должны, не обязаны, вот, но просто, вот, так скажем, на некоторые мысли это наводит, на мысли, например, о том, что вот могут быть проблемы у вас в личной жизни, в частности, да? Вот, что тут, опять же, страшного ничего нет, просто нужно вот к этому присмотреть, да? Там еще кто-то может влиять на вас. Что еще хочется сказать? Еще хочется сказать несколько слов о природе, значит, поведения человека зависимого. от алкоголя, да, в смысле того, что это оральное поведение и, как следствие, связанное оно с потребностью любви. То есть, я хочу любви, как бы вот транслируете вы, вы хотите любви. И вы получаете эту самую любовь вот для вас таким, ну, скажем так, доступным, да? А способом, вот, хороший ли это способ, или не очень хороший способ, это уже не так важно. Вы получаете то, чего хотите, так как умеете, так как можете, так и получаете. Поэтому необходимо отметить этот факт, факт того, что, ну, что возможно вынустаетесь в любви, а значит, вы сюда не принимаете, а значит, у вас, ну, присутствует некий конфликт, скажем так, некий конфликт. А, ну, психологический конфликт у вас присутствует определенно. И, соответственно, пока этот конфликт не будет разрешен, разрешен, ну, вам. То есть, пока вы будете чувствовать давление на себя этого конфликта, да, внутреннего, вполне возможно, что вы будете как раз таки продолжать употреблять алкоголь. Вот. В этом нет ничего ужасного, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего страшного. Это необходимо учитывать, если мы говорим о проблеме, скажем так, да, вот. То есть, с этого не нужно бояться, с этого не нужно бежать. Мне кажется, что то, что вы пытаетесь с этим бороться, вот, не добавляет вам комфорта в вашей истории, напротив, добавляет еще больше напряжения, еще больше какого-то негатива, еще больше самообвинения, ну, какого-то, да, и, собственно, что... Ну, что в итоге, что в итоге хорошего, вот, в итоге ничего хорошего не получается, ребята, вот. Поэтому дело не в алкоголе, вот, как я совершенно уверен, абсолютно не в алкоголе дело. Я думаю, что дело исключительно в том, что вам на сегодняшний день употреблять алкоголь гораздо, скажем так, гораздо интереснее, да, гораздо приятнее, что ли, я бы так сказал, чем вот делать что-то еще. Да, ну, чем делать что-то еще, чем заниматься, ну, чем-то, чем-то еще и так далее, вот. И, опять же, это такова реальность, с которой сейчас мы имеем дело. То есть, это реальность. Такова. И вам ее нужно, ну, не отталкивать ее хотя бы от себя, понимаете, да? Вот. Потому что, ну, ничего хорошего... Ничего хорошего не будет, если вы будете отталкивать вот эту реальность и пытаться вот с этим бороться. Ну, опять же, на мой скромный взгляд, это вот работает именно так. По такой, примерно, схеме это работает. Как мне кажется, вот. Естественно, есть какие-то варианты, да, естественно, есть... Ну, у вас есть свои особенности, и мне кажется, что эти особенности очень важны и нужно учитывать. Если мы хотим вам помочь, если мы хотим помочь вам, ну, разобраться как-то вот в вашей ситуации в том, что происходит, да? Вот. Самое главное сейчас, что вам нужно запомнить, самое главное сейчас, что вам нужно знать это, пожалуй, то, что, ну, то, что вы не одна. То, что вы можете, ну, рассчитывать на, помощь, вот. Вы можете рассчитывать на поддержку и вместе рассчитывать на других людей, которые сталкивались с такой проблемой, как вы. Плюс-минус с переменным успехом с этой проблемой взаимодействовали. Вот. Я думаю, как-то так можно на данный момент вам ответить на вопрос, который вы задаете. Ну, я имею в виду именно вот с точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии и с точки зрения моего опыта. Выбирайте себе специалиста, с которым бы вы хотели поработать, с которым бы вы хотели обсудить свою проблему. Вот. Выбирайте и начинаете учиться. Начинаете учиться о себе заботе, о себе заботе. Вот. На этом у меня всё. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, для себя что-то делать и сдвинуться с той позиции, в которой вы находитесь на сегодняшний день. Вот. Удачи вам. Обращайтесь. Обращайтесь. Удачи. Продолжение следует...